С каждым годом развитию малого бизнеса На самом деле, такого унифицированного совета, который подошел бы всем, абсолютно нет такого Нужно отходить от сбыта, то есть находить, ну, я так скажу, вырастить индейку, курицу, даже баранину Это большой сложности не составляет, в принципе, технологический процесс, он известен, это учат в университете Продавать вроде бы тоже учат в университете, но это как бы не всем у всех получается, не всем может быть дано Хотя, наверное, всем дано, просто кто-то на это больше ставку делает, меньше Вот я все-таки исхожу из того, что необходимо отталкиваться от сбыта То есть, если я произведу больше, либо цену, к примеру, выше, я, естественно, продавать уже не смогу Вот так, изучая спрос и предложение, будущий фермер заинтересовался подсобным хозяйством Индейку выбрал не случайно, уже много лет семья Станислава придерживается здорового питания А как известно мясо индейки, продукт диетический и полезный Молодой человек был настроен решительно, не побоялся рискнуть даже квартирой Результат оправдал ожидания В 2013 году Стас оформил крестьянско-фермерское хозяйство Сперва-то у себя дома тут начального капитала-то и не было А дальше, когда уже мы просчитали более-менее, что можно этим заниматься и что рентабельность есть И если продавать конечному потребителю, то можно и по цене сильно, ну, конкурентоспособно цену держать Тогда вот мы продали квартиру, которая у нас была на севере, двухкомнатная, ну, большая довольно-таки Продали, купили маленькую однушку, разницу эту мы вложили вот в начале Вот вложились и начали работать постепенно Ну, вот в течение трех лет, наверное, все заработанные деньги мы обратно складывали В увеличение производства и, в принципе, с 200 голов до 13-го года, до конца 13-го года У нас уже было 2,5 тысячи голов за год мы вырастили Спустя год молодой фермер получил грант на развитие своего дела На полученные деньги купил дополнительное оборудование, увеличил площади производства на 25% Сегодня часть подсобного хозяйства базируется в селе Елшанка Ульяновского района С 2014 по 2017 годы производство мяса выросло в разы с 13 тонн до 94-х Птицу начали выращивать не сезонно, а круглогодично В планах увеличить темпы производства Уверенностей не было, надо было чем-то начинать что-то делать, что-то работать На тот момент в организации, ну, те зарплаты, которые тогда были в 2009 году, ну, были, ну, смешные Поэтому решили все-таки рискнуть И, ну, дай бог, вроде бы как все получается Дальше есть планы и дальнейшего развития Также уже сейчас, естественно, понимаем, что назад дороги нет Мы в любом случае будем только и на увеличении производства стараться увеличить производство И снижение рентабельности, ну, чтобы увеличить рентабельность, снижение себестоимости Но прежде чем достичь определенных высот в своем деле Молодой фермер успел столкнуться с некоторыми трудностями Например, чтобы получить в банке кредит на 500 тысяч рублей Нужно собирать такой же пакет документов, что и сельскохозяйственному предприятию на 50 миллионов займа Иногда выручает региональная корпорация по развитию предпринимательства Но в основном проблема остается нерешенной Банку это не заинтересован, потому что там пакет документов огромный Пакет документов, соглашения, дополнительные соглашения Там система штрафов прописана То есть если снижение производства, то выплаты штрафов Это настолько неразумно, как мне кажется, выставлено А коммерческие кредиты нам говорят, что они вроде бы как Процентная ставка снижается, да ничего подобного 16,5% это тот кредит, который по коммерческой ставке может взять фермер 16,5% это грабеж Быть предпринимателем трудно, но интересно Как говорит Стас, фермер это человек, который работает 24 часа в сутки И занимается этим не потому, что надо, а по состоянию души Секрет успеха прост Работать, не смотреть на других, не останавливаться на достигнутом Постоянно вкладываться в развитие, не жалея на это сил и денег Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды